Друзья, всем привет! При изучении электроники, да и вообще любой новой для себя области деятельности, часто возникает вполне логичный вопрос, с чего начать и как верно расставить приоритеты, на каких темах изначально нужно больше сконцентрироваться, а какие темы вообще следует отбросить на начальном этапе изучения. К примеру, если открыть классический учебник для вузов по электронике и прочесть там страниц 10-20 неподготовленному человеку, то, как правило, интерес пропадает и к электронике, да, я думаю, к любой другой области деятельности. Это не означает то, что все учебники какие-то плохие, это означает то, что нет какого-то начального уровня знаний, какой-то базы. А при наличии достаточной базы уже из вузовских учебников можно потянуть много полезной для себя информации. Однако последним временем вы могли обратитесь и взять новые вузовские учебники, там, изданные в этом году, в прошлом, ну, 10-20 летней давности даже, то очень трудно найти какой-то толковый учебник. Как правило, они непонятны и как-то что-то где-то упускается, что-то как-то слишком поверхностно. Почему так происходит? У меня есть не просто субъективное, а и объективное видение на эту тему. И если вам интересно, как выбрать нормальный учебник толковый, на какие основные критерии ориентироваться при выборе таких учебников, то пишите в комментариях, и я обязательно сделаю по этому поводу видео. А теперь некоторое небольшое отступление. Как вы наверняка заметили, особенно внимательные подписчики, что на моем канале за последний год практически очень мало выходило видео, посвященных электронике, да и вообще видео выходило в очень малом количестве. Кто-то даже писал, что, наверное, уровень компетентности в электронике на этом мой исчерпан, и надо куда-то идти дальше. Но на самом деле весь этот год я трудился над курсом по электронике для начинающих. Естественно, я не думал, что курс займет почти год времени. Я надеялся, что уложусь вполне за три месяца. У меня уже были готовые идеи, можно сказать так, готовый план действия. Но спустя три месяца я, естественно, увидел, что я не укладываюсь в этот срок. Думал, полгода хватит точно. И полгода я точно так же не вложился. Поэтому разработка курса затянулась практически на год. В августе прошлого года я начал, и вот сейчас июль я, можно сказать, закончил уже данный курс. Основная цель данного курса – помочь начинающим электронщикам ориентироваться в электронике и создавать свои собственные устройства, не просто простые, но и более сложные степени. Чтобы не просто слепо копировать чьи-то схемы, а уже, собственно, разрабатывать некоторые свои электронные устройства. А если даже и копировать чьи-то схемы, то уже не слепо, а ориентироваться по некоторым параметрам. Там какие-то проверки уже можно выполнить, там больше напряжения, меньше есть, отсутствует, не работает схема, где вероятность отказа, ну и так далее. То есть по каким-то таким ключевым моментам отловить неисправность в схеме. Поскольку, я думаю, многим знакома такая ситуация, когда схема собиралась очень долго, закупались какие-то редкие детали, и наконец-то за месяц это все собралось, появилось, включается и не работает. И что делать дальше – непонятно. Естественно, здесь мотивация падает к дальнейшему развитию. Но, тем не менее, понимая некоторые базовые принципы, уже как-то проще, гибче ориентироваться. Можно найти там ошибку где-то, там где-то неисправность. К тому же материал курса построен с учетом комментариев, которые я периодически читаю внимательно на канале, и также на основании тех людей, с которыми я лично общаюсь, с подписчиками, как правило, в телефонном режиме. То есть тому непонятно это, тому непонятно это, тому это непонятно. И по всем этим вопросам можно сделать единый вывод, что не хватает некоторого базового понимания. Когда оно появляется, тогда эти все вопросы, они практически растворяются. К тому же мне часто задают такой вопрос, наверняка вы здесь и себя узнаете, как начать заниматься ремонтом электроники. И опять же отвечаю, сначала должна быть база. Когда есть база, тогда уже можно не просто слепо следовать чьим-то методикам, там куда-то подключу вольтметр, осциллограф, там что-то показало, непонятно что показало, вроде получилось, вроде не получилось. А уже будет такой более комплексный подход, поскольку электронных устройств множество, все они разные, и неисправностей, конечно же, будет еще больше. Но когда есть некий общий базовый принцип, тогда в этом уже будет значительно проще ориентироваться, и проще будет уйти в какую-то узкую специализацию. Например, ремонт мобильных телефонов, компьютеров, бытовой техники, холодильников, кофеварок, ну и так далее. Теперь возвращаемся к нашей теме об электронике. Первым делом при изучении электроники нужно освоить базовые вещи, основные законы электрических цепей и тому подобное. Например, прежде всего необходимо четко освоить и понимать законы Ома, законы Киргофа, закон электромагнитной индукции. Дальше нужно четко понимать свойства и взаимодействия таких параметров основных электрических цепей, как ток, напряжение, сопротивление, мощность. Также следует различать такие понятия, как напряжение, электродвижущая сила. Также следующим этапом является изучение отдельных радиоэлектронных компонентов, это резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, ну и так далее. Изучив резисторы, мы уже можем взять эти компоненты, соединить их между собой параллельно, последовательно, смешанным способом, и подавая напряжение, проверять с помощью мультиметров, ну, например, переводя его то в режиме измерения тока, то в режиме измерения напряжения, токи, напряжение, как они будут распределяться по этим резисторам, как на это все будет влиять сопротивление, схема соединения резисторов. Эти все моменты надо очень хорошо прочувствовать. Вот когда вот эта база освоена с резисторами, и возникло понимание, куда протекают токи, почему там резисторы сильно греются, как здесь связана мощность с током, напряжением, сопротивлением и прочее, тогда уже можно приступать дальше. Дальше, например, следует, конечно, изучить конденсаторы. Изучив конденсаторы, изучив резисторы, мы уже объединяем их между собой и получаем, скажем так, новый узел, обладающий определенными свойствами, это РЦ-цепь. Далее мы исследуем РЦ-цепь, смотрим, где быстро токи нарастают, от чего они зависят, как поднимается напряжение на конденсаторе и прочее. Далее мы изучаем катушки индуктивности. Катушки индуктивности совместно с резисторами дают нам, естественно, РЛ-цепь. Мы смотрим, как работает РЛ-цепь, какие здесь закономерности работают. Уже освоив катушки, конденсаторы, РЛ-цепь, уже у нас имеется хорошая база. Дальше можно, конечно, подключить светодиоды, поскольку это элементы нелинейные, поэтому не стоит их сразу же подключать вместе с резистором, как во многих современных учебниках, чтобы красиво было видно, что вот светодиод засветился, значит ток протекает. Но на самом деле нужно понять разницу между линейной зависимостью и нелинейной. Характеристики нужно понимать. Светодиодов, диодов, ну они практически будут между собой схожи в некоторой степени. Изучил светодиоды, диоды, вот уже будет поинтереснее добавлять эти светодиоды, рассчитывать ток, ограничивающие сопротивление, ну и так далее. Закрепив эту базу, можно уже переходить к изучению более сложных полупроводниковых приборов, например, стабилитронов и транзисторов. На транзисторах стоит, конечно же, остановиться подольше, побольше, поэкспериментировать. Здесь, конечно же, прежде чем перейти к изучению транзисторов, неплохо было бы изучить основные свойства источников переменного напряжения синусоидальной формы. Четко уже понимать, что собой представляет действующее напряжение, амплитудное значение напряжения, мгновенное значение напряжения, что такое пик-пик, то, что мы часто видим на оциллографе и так далее. Также здесь не лишним будет использовать уже хотя бы самый примитивный, самый простой оциллограф. Не надо какие-то там супердорогие оциллографы. Идеально будет, если будет двухканальный оциллограф. Но на начальном этапе пойдет самый простой одноканальный оциллограф, который продают из Китая в виде сборок. Они стоят копейки практически. Если что-то вышло из строя, то мы уже не дрожим над этим оциллографом, не боимся его куда-то подключить, чтобы его не сжечь, поскольку если он стоит 300-500 долларов, это один риск. А если это стоимость там 15, 20, 30 долларов, то здесь уже как-то все попроще. И если даже сгорел оциллограф, ну ничего страшного, пошел еще такой один же взял. Главное сделать выводы, почему он сгорел. Вот это будет самая ценная информация. Но, как правило, это я так уж говорю, что прям сгорел оциллограф, но в большинстве случаев таких моментов не предвидится. Если, конечно, ну прям как-то что-то такое сверхнепонятное сделать. А далее уже по мере изучения транзисторов уже мы можем собирать какие-то усилители, подавать сигнал от генератора, проверять этот сигнал, форму его и амплитуды, ну и другие параметры на выходе этого транзистора или же транзисторного усилителя. Посмотреть, как ведет себя входной сигнал по отношению к входному, поизменять разные сопротивления, емкостя, уровень входного сигнала, ну и так далее. В этом всем нужно хорошо покопаться, понять, почему происходят такие искажения. Ведь даже если мы собираем простой усилитель звука, включаем и как-то динамик, как-то репит, непонятно что-то. Кажется, ну там схема плохая, обычно говорят, еще что-то плохое. Но если подключить оциллограф, посмотреть на форму выходного сигнала, если просто подать от генератора, то сразу будет видно, что скорее всего неправильно настроен сам транзисторный усилитель. И если его понимать, как выполнить эту настройку, то тогда все становится на свои места. По крайней мере, мы не слепо анализируем, что это плохо, это хорошо, а видим перед собой эту картинку. И для этого каких-то серьезных знаний, там, осциллограф вообще не потребуется. То есть, там это все разбирается довольно-таки быстро на простых осциллографах. Дальше, после того, как уже выполнилось освоение этой темы, на более-менее таком фундаментальном, базовом, крепком уровне, можно переходить к изучению микросхем. В микросхемах бывает абсолютное множество разных всяких по функционалу, но, тем не менее, нужно сосредоточить свое внимание на очень распространяемых микросхемах, то есть, которые очень-очень широко применяются в различных электронных устройствах. Это операционные усилители и отдельно компараторы. Хотя, не секрет, что компаратор можно сделать на том же операционном усилителе. Но, тем не менее, в этом стоит покопаться, уделить достаточно время операционным усилителям. Понятно, что по ним пишут целые книги, и не нужно там тратить на них кучу времени, но нужно разбираться там почти в районе десятка разнообразных схем, понимать, чем они отличаются, и для 90% случаев такие схемы нас вполне устроят. Также мы знаем, что очень распространен этот таймер 555. Тоже на нем нужно пособирать некоторые электронные устройства, прощупать, так сказать, эту тему. Конечно, в ходе этих всех действий создается блок питания, будет не лишним собрать блок питания. Ведь блок питания, понятно, что можно купить там нехороший, с классными всякими настройками, минимальным уровнем пульсации и прочее, прочее. Но в качестве практики и опыта собрать блок питания, это тоже будет очень полезной вещью, поскольку мы, во-первых, уже будем разбираться и видим основные свойства переменного тока, работу трансформатора, работу выпрямителя, работу фильтра, построенного на конденсаторе, работу стабилитрона, если мы будем стабилизировать напряжение с помощью стабилитрона, либо интегрального стабилизатора напряжения, либо транзисторного стабилизатора. То есть уже здесь будет закрепляться некоторая база и приобретаться соответствующий опыт. Ну и, конечно, радиолюбителям очень интересно собирать такие различные вещи, например, как усилители звука и индикаторы уровня громкости, чтобы там бегали светодиоды, мерцали в зависимости от амплитуды входного сигнала. Затем, конечно, уже стоит переходить, по моему личному мнению, к изучению цифровой электроники, хотя это все можно совмещать, то есть параллельно это и это изучать и аналоговую электронику, и цифровую. Затем, когда уже сформировалась какая-то такая крепкая база, можно еще сделать такой дополнительный упор на изучение транзисторов, то есть более глубоко покопаться в транзисторных схемах, посмотреть различные типовые решения и прочее, и прочее. Это позволит как-то уже более уверенно себя чувствовать в электронике. Ну и, естественно, также я очень рекомендую, сейчас без этого никуда, изучать параллельно и программирование микроконтроллеров. Конечно, многие начинают изучение с Ардуино, но я лично в свое время не начинал изучение микроконтроллеров с Ардуино, просто тогда Ардуино не было, может бы и начинал. Но само по себе Ардуино, оно не дает такого глубокого понимания программирования микроконтроллеров. Если начать непосредственно с программирования микроконтроллеров, то, как правило, к Ардуино уже никто не возвращается. Например, если вы изучили микроконтроллеры PIC, либо AVR, то, естественно, следующим шагом будет изучение какой-то мощной тоже линейки микроконтроллеров, например, STM, либо еще каких-то специализированных микроконтроллеров. А зная уже азы даже работы с микроконтроллерами, можно создавать очень и очень интересные и мощные и серьезные устройства, которые будет очень и очень трудно создать на каких-то отдельных дискретных элементах, на микросхемах, например, даже не столь дискретных цифровых микросхемах, либо аналоговых микросхемах. Поэтому в дальнейшем, имея некоторую базу в электронике, можно уже хорошо развиваться в области программирования микроконтроллеров. Ну что ж, на этом мы тогда закончим. Пишите свои пожелания в комментариях относительно темы, которые бы вы хотели видеть в ближайших видео на канале. До новых встреч! Подписывайтесь на канал, кто еще не с нами. И пока!